Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, вы на моем YouTube-канале, где мы с вами продолжаем разбирать, каким же образом наши мысли помогают управлять нам нашей реальностью. Именно этим я занимаюсь уже не один год, именно в этом помогаю своим ученикам, и люди, которые просто меня смотрят и слушают, также меняют свои жизни. Поэтому, кто знает, возможно, прямо сегодня в вашей жизни начнутся изменения к лучшему. Перед тем, как я расскажу вам сегодняшнюю тему, а поговорим мы сегодня о том, как формируется картина мира для каждого человека, вообще, что такое эта картина мира, вы наверняка слышали эту формулировку и тоже не до конца понимаете, что это и с чем это едят, я хочу рассказать вам о том, что вам точно нужно сделать сразу после просмотра этого видео. Внизу, в описании этого видео, вы найдете, как скачать мою книгу, которая называется «Как изменить жизнь за одну книгу». В этой книге я рассказываю и свою личную историю, и очень много крутых секретиков, как устроена наша реальность. И вы можете ее прослушать или прочитать, как вам будет удобно, потому что ее можно абсолютно бесплатно скачать и в формате MP3, и в формате просто PDF для того, чтобы ее прочесть. И, собственно, вы увидите, что сразу же, буквально сразу же в вашей голове начнутся изменения, а как только они начнутся в вашей голове, ваша реальность обязательно это отразит. А теперь давайте вернемся к теме. Зачем нам вообще эта тема нужна? Что она даст нам? Ну вот для чего вам сейчас тратить это время? Я скажу вам просто. Когда вы осознаете, что такое картина мира, и каким образом каждый человек может создать свою собственную и создать тот мир, в котором он будет жить, где будет все именно так, как вы того желаете, то согласитесь, не стоило бы владеть этими знаниями для того, чтобы поменять свою реальность. Итак, давайте приступим. Хватит обещаний, Оля, хватит рассказывать, как будет круто. Давай, детка, приступай. Картина мира. Какая картина? Какого мира? Его кто-то нарисовал или что? Можно сказать приблизительно так. Мне очень нравится это выражение, и на данный момент его использует огромное количество людей. И вот что оно означает. Мы с вами живем в огромной реальность. И если, например, поставить меня и еще 10 человек, пусть это будете вы, разные герои, и, например, спросить, а вот сколько стоит квартира твоей мечты? Например, кто-то скажет, я хочу тебе квартиру за 50 тысяч долларов. Я видел, я знаю, или я сейчас такой живу, она отличная. Другой человек скажет, что 50 тысяч долларов, таких цен нету. Я хочу за миллион долларов. А кто-то скажет, да нет, в нашем городе по 10 миллионов только продается. Я хочу такую. Если я спрошу вас, зарплата в тысячу долларов, это много или мало? Будут среди вас те, кто скажет, Оль, да за тысячу долларов вообще невозможно выжить. А кто-то скажет, да это моя мечта, зарабатывать тысячу долларов. Вот если бы у меня была зарплата тысячи долларов, у меня была бы идеальная жизнь. У каждого из нас есть свое собственное представление о том, что такое хорошо и плохо, что такое много или мало. Каждый из нас находится в своем городе, в своей семье, вырос в своем собственном окружении. Кто-то всегда ездил на машине и даже не особо догадывается, как кататься на метро. А кто-то всю жизнь ездит на общественном транспорте. Кто-то живет в маленьком селе и ходит пешком. И для него даже поездка на метро – это настоящий праздник. Та реальность, которая нас с вами окружает и является нашей картиной мира. Нашим представлением о том, каков этот мир. Сколько мне нужно для счастья. Какой дом или квартира мне нужны. Какие отношения я хочу, чтобы там было что. Сколько я хочу зарабатывать. Кем я хочу стать. У каждого есть свои собственные рамки. Кому-то нужно завоевать мир, а кому-то нужно просто иметь стабильный заработок и знать, что его не уволят. У каждого есть свои потребности и свое видение. И вот именно это, так называемая коробочка, в которой мы живем, сколько я зарабатываю, какие отношения у меня есть, кем я работаю, чем я занимаюсь, что для меня мечты там запредельные, а что для меня обыденность. Я помню очень хорошо, как я, когда была маленькая, и мечтала, что я буду, когда вырасту, ходить в супермаркет. Я помню первые супермаркеты, которые открывались, потому что я еще продукт 80-х годов, когда супермаркеты мне особо пахло, и прилавки еще, я помню, пустые. Так вот я помню, как уже в 90-х годах в таких загадочных магазинах за валюту, куда я могла приходить порой. Но это отдельная история. Я помню, как я мечтала, что я когда-то вырасту и буду полную тележку набирать. Не стоять на кассе с одной колбасой, значит, там и пачкой молока, а могу набирать в эту тележку. Это было для меня такое изобилие. И я думала, вот одна тележка будет для меня, одна будет для мамы и даже для папы. Отдельно мои родители развелись, и я помню, что, несмотря на какие-то свои обиды, я представляла, что ладно, и даже папе вот столько денег у меня будет, что я прям вот три тележки буду набирать. И для меня это было таким высшим форматом изобилия. Очень хорошо помню моменты, когда я ездила на общественном транспорте, на троллейбусе, а троллейбусы же высокие. И вот я еду на троллейбусе и заглядываю в машине, какая там жизнь. В каждой машине есть твоя картина мира. Я видела, как у кого-то лежат конфетки, леденцы, как девочки красят тушью свои реснички, как кто-то включает музыку, как у кого-то на переднем сидении лежат туфли на каблуке, в которые сейчас будут переодеваться. Я понимала, что для меня это мечта, что когда-то у меня будет такой же свой домик на колесах, и я буду тоже возить там обязательно и сменную обувь, и леденцы, и что-то там еще. И обязательно буду громко включать музыку, ехать за рулем и петь. Вот такая была история. Но моя картина мира на тот момент была совершенно другой. Когда я попала в шоу-бизнес, например, и стала петь в женской группе, такое тоже было в моей реальности, я помню, что люди с экранов телевизора стали моими друзьями, моей реальностью. Я сидела в гримерках со многими известными артистами, дружила, могла звонить им на телефон, приезжали мы в гости друг к другу, пели вместе песни, рассказывали какие-то свои истории. И вот моей картиной мира стали люди с телевизора, потому что я тоже стала девочкой с телевизора. Мои фотографии с другими участницами группы висели на бигбордах в городе, меня узнавали где-то. И моя картина мира таким образом менялась, потому что теперь я становилась там публичным лицом, у которого брали интервью, у человека, который снимался в клипах и который знал другую сторону, например, артистической жизни, нежели чем обычный зритель. Картина мира – это та жизнь, которая формируется вокруг вас. И исходя из этого, мы формируем свое. Хорошо, плохо, много, мало. Вот что такое картина мира. Картина мира – это непостоянная величина. Потому что если мы посмотрим на наш мир, и в нем есть очень много всего. Есть много разных машин, много разных домов, много разных городов, стран, богатых, бедных людей, известных, не очень, блогеров, миллиардников, блогеров никаких. Ноль. Ноль подписчиков блогер. Все есть. И вот есть такой вы. Такая задористая девчонка такая, сердечка. Вот вы такая. И вот вы находитесь в этом мире. Есть классная формулировка, которая мне тоже очень нравится, у Вадима Зеланда. Называется «пространство вариантов». В мире есть все. Бедная, богатая, плохая, хорошая, очень классная, что угодно. Здоровье, болезни, все. Мир – это как огромнейший супермаркет, мегамаркет, который в миллиард раз больше. Икея в миллиард, миллиардов разов больше. И ассортимент там, там все. Там мужчины богатые, бедные, молодые, старые, здоровые, не очень, сексуальные страшно, не сексуальные, импотенты. Все. Мечта. Рай. Там есть все. Вся вселенная – это наш огромный супермаркет. И вот ты такая девочка, заходишь в этот супермаркет и начинаешь подбирать себе жизнь. Дайте, пожалуйста, мне вот этот домик и машину. Ой, машину же нужно заправлять. Нет. А маршрутку? Маршрутку возле дома можно? Да, маршрутку можно. Спасибо большое. А работа? Я бы хотела быть юристом, но это же много учиться. Я бы хотела быть экономистом, но я не умею считать. Я бы хотела быть звездой шоу-бизнеса, но я не люблю много работать. Кассиром. Пожалуйста, кассиром. Пожалуйста, кассиром. Я бы хотела зарабатывать миллиард, но это невозможно. Поэтому пять тысяч гривен можно? Пять тысяч гривен можно? Можно, пожалуйста, пять тысяч гривен. Так, хорошо. Мужа, мужчину. Хочу такого красивого, такого накачанного, такого... Эй, девушка, вы толстая, страшная и тупая. Ну да, красивой накачанной со мной не будет. А можно вот этого вот грузчика, грузчика, который часто тут у нас возле кассы? Да, пожалуйста, грузчика можно. Отлично. Спасибо. И вот у нашей Зоси, красивое имя Зоси, сформировалась ее картина мира. Она ее запросила. Как она запрашивала ее? Она все время говорила, тут я страшная, этот мне не подходит, тут я математику не люблю, тут я боюсь, потому что много за машину платить, пожалуйста, маршрутку. Зоси руководили ее убеждения. Убеждения. У меня на канале есть видео, я не помню, куда надо тыкнуть пальцем, чтобы оно появилось, но так, где-то появится про убеждения. Посмотрите, пожалуйста, что такое убеждения и как они формируют нашу реальность. Так вот, у Зоси были убеждения. И, исходя из этих убеждений, Зося все в свою жизнь и сформировала. Вот ее картина мира, это ее авоська в супермаркете. Вот, авоська на колесиках. Дринс, дринс. В решеточку такую, помните, авоськи? Вот. И она сформировала, это ее картина мира. Спасибо большое, это моя картина мира. Она ее сформировала из убеждений, какое она себя считала, так она на мир смотрит, так она это все и заказала. А в пространстве вариантов было все. И мужик классный, и фигура у нее классный, там все было. Но Зосик взяла, пошла по простому варианту. Ну, по своему варианту. Может, она не по самому простому. Может быть, Зосик себя сравнивала со своей подружкой Машкой. А у Машки-то не мужика. Живет в селе, там автобусы вообще не ходят. А что там у нее еще? Кассиром Машку не взяли. Даже кассиром не взяли, потому что у Машки зубов нету. Поэтому Зося на ее фоне просто женщина суперстар. Потому что всегда есть королева супермаркета. Всегда есть королева дворников. Всегда есть кто-то, кто будет лучше и хуже. Такой мир. Вот это картина мира нашей Зоси. Но в чем вопрос? Вопрос в том, что Зося могла бы выбрать себе все совершенно другое. Сложить свою картину мира так, как бы она хотела. Но Зося этого не сделала. Почему? Потому что Зося не смотрела мои видео. Потому что Зося не читала мою книгу «Изменить жизнь» за одну книгу. Потому что Зося не приходила на мой марафон «Рерайтер жизни». Зося была самой умной. И Зося считала, что реальность такова. И ее убеждения таковы. И Зося права жизнь сложная. Сложная жизнь. И ее картина мира именно такая. Но мы же с вами не такие. Мы с вами каким-то чудом нашли Ермилову. И теперь Ермилова как всегда нам поможет. Спасатели вперед! Чип и Дейл. Если вы смотрели Чип и Дейл, кстати, напишите, пожалуйста, я буду знать, что вы мои друзья. Оставьте мне комментарий. Итак, давайте-ка продолжим. Мы уже с вами поняли, что картина мира и что Зося ее выбрала. Но вы сейчас мне скажете, Оль, но я-то с тобой только познакомилась. Я-то тоже раньше этого не знала. И моя картина мира сейчас как бы тоже. Не факт, что лучше, чем у Зося. Так вот, внимание, сейчас я вам расскажу супертайный секрет. Можете пригласить Петра вновь всех отправить это видео всем своим друзьям. Пусть этот секрет знают все, потому что я не жадена у каждого из нас. с вами есть невероятная возможность. Мы можем менять свою жизнь или, как мы с вами уже говорили, свою картину мира столько раз, сколько мы захотим. Мы сами создаем свою картину мира и сами можем ее менять. Да, нас все время учили. Не надо, не трогай, не разбивай, ломать, не строить. Да, ну что делать, если моя картина мира мне не нравится? Если я хочу иначе, если я хочу построить другую жизнь, если я хочу больше зарабатывать, я хочу жить с другими людьми, мне нужен другой дом, я хочу по-другому себя ощущать. Я всегда могу поменять свои действия и задать себе вопрос, что мне для этого нужно делать, как мне можно начать действовать иначе, что я хочу выбирать, к чему я хочу прийти, как я могу изменить свою работу, как я могу изменить себя, как в итоге может поменяться моя жизнь. Все эти вопросы, конечно же, адресуются как раз моему каналу, и на моем канале вы будете находить ответы. Но самое главное, что вы должны знать, что та картина мира, которая у вас есть, это совсем не означает, что вы теперь должны в ней остаться себе другую, и вы можете поменять это путем изменения своего мышления, потому что картина мира это то, что формируется посредством чего? Убеждений, убеждения, а что такое убеждение? Это то, в чем мы себя убедили, а как мы себя убедили? Помните, что такое аффирмация? Это когда я много раз повторял себе об одном и том же не могу, не могу, не могу, не могу, не получается, не получается, не получается, не получается. Я больше не потяну, для меня большего не существует, у меня нет других знаний, окей, у тебя нет других знаний и навыков, так получи их, пойди, закончи курсы и получи их. На каждый ваш вопрос всегда есть ответ. В мире нет вопросов, на которых нет ответов, но есть люди, которые не хотят их искать. Поэтому в следующий раз, когда вы скажете мне, Оля, мне не нравится моя жизнь, и я скажу вам, приходите ко мне на рерайтер жизни, приходите ко мне на личную работу, приходите, давайте будем менять, а вы мне скажете, ой, ну нет, просто знайте, это не история про то, что ваша жизнь жестокая, это история про то, что ваша жопа ленивая, про то, что вы не хотите ничего делать, про то, что вам нормально и так, про то, что ваш ривень такой, який венье. у нас с вами есть такая лестничка жизненная, уже хоть лестничку-то я нарисую, кому-то камельфо вот тут, все, кто находится здесь, все говорят, я хочу наверх, я хочу наверх, 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 но кто-то поднимается вот сюда, он такой, я тут наверху, а кто-то там такой, я хочу наверх, я хочу наверх, так иди наверх, я хочу наверх, я хочу наверх, иди наверх, Кому-то нравится, что он хочет наверх, а кто-то просто берет и идет. Те, кто много говорят и ноют, они нытики и говоруны. Отец, кто хотят, хотят идти, они кто ходоки? Они чемпионы, потому что им все достается, им все достается. А остальные только ноют. Я не могу идти, лестница слишком высокая, она слишком скользкая, сейчас не время, сейчас холодно, у меня здесь важные задания, я пока здесь что-нибудь закончу, а потом приду. Это все про ля-ля-ля. Есть люди, которым нравится говорить, есть люди, которые просто берут и делают. Ваша картина мира, ваша реальность, другими словами, то, что вас окружает, это то, что вы сами себе выбрали. И если сейчас, после этого видео, у вас не возникнет желания создать новые действия, написать себе новый жизненный сценарий, придумать, куда вы хотите, сейчас, когда вы уже понимаете, как это работает, это говорит только о том, что вы лентяйчик, и вам это не надо. Ваш уровень на первой ступеньке вам норм. Может быть, на второй, может быть, на третий. Каждый человек доходит туда, куда он хочет дойти. Здесь история не про невозможно, не про то, что ему не повезло, он родился под другой звездой, нифига. Просто он поднял жопу и пошел. А ты сидишь сейчас и думаешь, пойти или не пойти. Делать или не делать. Выключить это видео, вообще закрыть эту Ермилову и никогда больше не смотреть. Вообще нормально все было. И вообще, что эта баба себе позволяет. Умная тут нашлась. У вас всегда есть выбор. Что смотреть, кем говорить, как жить и какую картину мира себе создавать. Если вам было интересно это видео, у вас появились вопросы, благодарности, инсайты, пожалуйста, пишите. Для меня это важно. Я не беру с вас денег, но очень прошу обратную связь, потому что для меня это ценность. Если вы хотите меняться, расти, развиваться, делать это вместе, пожалуйста, приходите ко мне на марафон Рерайтер Жизни, где мы пишем книгу о жизни своей мечты, где мы учимся создавать себе не позитивное мышление, а мышление успешного человека, который остается с вами навсегда. Это даже не про похудение, где, поев шоколадки, вы вернете себе лишний вес. Мышление меняется и уже не возвращается обратно, потому что ему попросту не хочется этого делать. Изменив свое мышление один раз, вы научитесь навсегда создавать себе ту жизнь, которую вы хотите, и управлять этим процессом. Поэтому я жду вас на марафоне, я жду вас у себя в Инстаграме, и я жду ваших изменений. Для меня самым лучшим жизненным подарком будет являться то, когда ваши жизни будут меняться по-лучшему. Вот так и живем. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали, смотрите другие мои видео, растите, развивайтесь, богатейте и приходите благодарить. Я буду рада. Субтитры создавал DimaTorzok